Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас продолжение обзора Дворецкого Остина. Бамс! Сынок, ты слышал, что это был за шум? А кажется, что гремело где-то внизу. А смотри, мам, окно снова открыто, а ведь я точно помню, что закрывал его. А так, с окном предлагаю разобраться попозже, сынок. Ты не знаешь, где Уильям? Нет, мам, я не слышал, когда он выходил из номера. А погоди, а что это такое на стекле? А, и на подоконнике. Мама, я включу свет, зажмурься, а лучше спрячься под ариала. Ладно, разберемся. Ого, уже 12% выполнено. Сразу, да? Прикольно. Я, конечно, не хотел именно сегодня записывать обзор, потому что сейчас у меня нет никаких бонусов, кроме вот этого накопителя, в общем, самолетиков. Скажем так, бонус сомнительный. Иногда работает, иногда, кажется, он не помогает абсолютно. Ну вот, я зашел посмотреть рекламу, получить там монеток несколько, а вижу, что здесь вот награда двойная по жетонам. То есть, с одной стороны, хотел дождаться попугая, чтобы с сундуками пройти эти уровни. Ну, тогда будет длинное видео, скажем так, и, ну, как бы я буду зарабатывать эти жетоны медленно. А здесь вот есть вариант, что видео будет не очень длинное, потому что я пройду меньше уровней, но жетонов заработаешь, чтобы эту историю, ну, как бы, прочитать. Поэтому все-таки я выбрал вариант с двойными жетонами, но без хороших бустеров. Что ж, давайте попробуем. Так, ну, генератор своего я сразу проиграл, как бы, отключился он у меня. Тут такой уровень прикольный. Оказывается, я просто это сначала не знал. Под каждой жалюзи вот этой вот есть мультишар. То есть, вот их поднимать, как бы, там, и просто мультишар скоро появится, в общем. Я-то этого сначала не знал, не рассчитывал на это. Оказывается, нужно было. Так. Так, самолетик. Зачем? Не знаю, мне жалюзи нужно как-то опустить. С теми правдами и неправдами. Опущу жалюзи, и сразу дело пойдет. О, у нас центральная. Она у меня уже была открыта. Да и коврыб не мешало все-таки. Как-то расстилать начинать. О, вот сейчас я жалюзи открою. Хорошо. Вот так. Опа. Нет. Слабо. Нужно повтор. Нужно повтор. Вот так еще. О, вот мультишар. Один там уже появился. Но этого мало. Нужно... А, бомбочка. Вот еще мультишар. Так. Блин. Что ж такое-то? Как-то все неудачно прям очень. Складывается просто ужас. И вот так не получилось. И это вот не на ковре. Наверное, все-таки я сделаю вот так. Ай, блин. Что ж поделаешь-то? Что такое не везет и как с ним бороться? Наверное, сделаю вот так. И теперь сам ищу ракету с мультишаром. Но слишком много. Я их не успею выбить никак. Шесть ходов. Одиннадцать нот. О, подождите. Вот-вот-вот. Отлично. Сразу пару нот. С бомбой или с самолетиком. Наверное, лучше с самолетиком, да? Там еще мультишар был. Но дело там что? Ой. А что я сделал? Увидели это? Я только что сделал себе проигрыш. Потому что не с тем совместил. Три хода. Так, ноты есть. Ноты, допустим, есть. А вот там... Так, три ноты есть. Вот там же ковер еще. Два. Блин. Вот это я молодец, слушайте. Так, о-о-о, слушайте, две ноты. Вот, получается, я сейчас ноту беру, а самолетик летит на еще одну. Отлично. Блин, как я так мог ошибиться, слушайте? Я просто, не знаю, смотрел на ходы там, на ноты вокруг, там, везде смотрел. Кроме того, куда мне нужно совместить бонусы. Ну, хорошо, все, что хорошо, заканчивается. А, мне еще дали вот полчаса жизни бесконечных. Это вот событие высший пилотаж. Так, ну, кроме того, еще проходит событие сундук союза. Так, секундочку. Вот, кстати, как раз есть возможность сундук напить. Я еще пройду уровни, там еще народ подтянется, так что все будет хорошо. А, ну, пока не об этом. Давайте осмотрим окно. А, сынок, кажется, это те же самые следы, что мы видели в кустах возле машины. Да, и обертка от папиного батончика. Что-то съела его. Уильяма? Нет, надеюсь, только батончик. Мама, я сейчас спущусь вниз, а ты за предверье никому не открывай. Когда вернусь, чтобы доказать, что это я, я постучу три раза. После чего крикну диким селезнем и пару раз фыркну ежом. Ну уж нет, раз мой муж пропал, то я тоже пойду на поиски. Тем более, я все равно не знаю, чем крик дикий. Селезней отличается от крика домашних. А, решено, идем на поиски вместе. Но обещай не бросаться в пасть опасности и держаться за моей спиной. Так, слушайте, а он же там, по-моему, в дверях был, да? Почему он пропал? Ладно. Идем дальше. Генератор включился. Надолго ли? Так, да, два этапа на этом уровне. Генератор самолетика у меня уже отключился. Тут без вариантов. Не совсем повезло мне именно на втором этапе этого уровня. Первый этап прошел хорошо. А второй этап, как бы я... Как это сказать? Ну, фишки, в общем, не выпадали и все. Так, как же мне быть? Мне нужно все-таки, чтобы фишек больше было. Вот. Иначе смысл делать самолетик, но никакого не было. Вот. Еще мультишард? Да, вообще просто. Мега. Хотя смысл... Все, он сейчас испортится. Личний ход потратил. Ладно. Так. А еще я не понял, что здесь вот два пончика всего в первом этапе. Я как бы потратил лишние ходы. Думал, сейчас придется там еще остальные пончики выводить. Оказывается, вот нужно было все вот так сделать. Смотрите. А, еще ящики. Блин, забыл про ящики. Ай-яй-яй. Бомбы, бомбы, бомбы. И ничего не могу сделать. Блин, про ящики забыл. Как же так? Бомба опустится, да. Думал, сейчас самолетик полетит на бомбу. О, вот. Да ну не на... Блин, ну что это такое? Это уже не смешно. Думал, что с 30 ходами пойду вниз, а оказывается 25. А ну ничего, прошлая попытка неудачная моя. Я вниз поехал с 20 ходами. И там мне очень не везло. Посмотрим, как будет сейчас. Пока все вроде как складывается неплохо. Пу-пу-пу. Самолетик. Прошлая попытка я был с генератором, это раз. Все-таки он пару раз там срабатывал. Хочет давал по два самолетика. А вот сейчас я гол как сокол. Но как бы все равно. Какие-то козыри у меня вот в рукаве имеются, видите. Вот бомбочка, например. Ха, смотрите, как там все само уже взрывается, да? Так, ну вот, конечно, я бы ракету куда-то отправил. Нет, лучше все-таки вот так сделаю. А-а-а, я могу вообще его сделать вот так вот. Не с самолетиком ее отправлять, а просто вот. И пончик можно вот так вывести. Еще один, да? И вот так сделать. В принципе, осталось совсем немного. Так, а куда он там? Вот так. Вот так. На всякий случай два самолетика. И вот так. И еще самолетик. И вот пончик выезжает. Да, в принципе, и все. Уровень пройден. То есть пока я в сложных уровнях не встречал, как бы. Но вот каждый, в принципе, следующий я прохожу со второй попытки. Меня это устраивает полностью. Что-то здесь не по 10-20 попыток. А вот буквально там по две. Тем более от жизни мне насыпали целую кучу. Ну, нам нужны еще жетоны. А вот теперь сложный уровень. Ха, ну что. Генератор, отключаемся опять. И опять два этапа. Да что ж такое. Не люблю два этапа. Хоть убейте. Так. Как мне ходить? А, вот так. Ой, хорошо. Да вижу. Сказать, что я рад, потому что я вижу. Я бы не сказал. Ой, хорошо. Ракетка. Я пока... Не хотел бы ее... Слушайте, а знаете что? Наверное, я... Сейчас вот так сделаю и испорчу все-таки. Одну ракету, но зато... Сделаю вот так. Отлично. Ну-ка, 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 позолоти ручку. А класс, а внизу ни одной бомбы возле генератора этого не сделалось. Опа, зато... Зато... Ха-ха. Вы видели? Нужно вот так еще сделать. Пончик этот вывести. Ах ты. А потом уже... Как-то использовать... Блин. Этот... Ну... Мультишар с самолетом. Чтоб потом пончика не вывели, да. А то еще потом суды тратим на его вывод. Не, ну классно, смотрите. Здесь на второй этап у меня останется 27 ходов. Это более чем достаточно, как по мне. А, еще пончики не вывелись. Блин. Да что ж такое? А я уже там мечтаю. Ладно. Раз. Вот это... Возможности, да? Куча мультишаров. Так, ну ладно. 25 ходов, а не 27. Если че, что было всего 44, то на первый этап я потратил... Эээ... Так, как бы мне... Мультишар еще сделать? Наверное, никак. Не стоит заморачиваться, чтобы не тратить ходы. Пока что. А, он сам сделался, вы поняли. Прикольно. Так, нужно его использовать. А, куда? А, некуда. Ай-яй-яй. Красная, зеленая. Нет, на синяя. Синяя ни одной стороны нет. Нужно что-нибудь делать. Что-нибудь, что-нибудь. Ладно, пока пончик стараюсь выбить. Вот так, ракета. Ну, теперь можно и на зеленая, что-ли. Даже пончик у нас один. Ой, класс, генератор. Я про тебя даже и забыл. Так. Есть пончик. И вот так. И вот так. Ха! Так, а эти пончики, наверное, я вот так сейчас сделаю. Смотрите, раз, один освобожу. С самолетиками нужно действовать. Куча самолетиков. Вот мое все. А-а-а! Мультишар. А-а-а. А если вот так? Ну. Ну, давай-давай-давай-давай. Ну, не знаю, это, по-моему, победа. Один пончик есть. Второй пончик есть. Супер! Вот обычные уровни я не проходил с первой попытки. Зато вот сложный. Прошел. Причем, как по мне, очень классно. И четыре желанной заработано. У нас уже шесть жетонов. Сразу сейчас большую, такой, кусок истории прочитаем. Выходим в холл. Мама, ты это видишь? Манекен. Кто-то вернул ему голову. Сынок, голова этого болвана меня сейчас интересует в последнюю очередь. Посмотри, что на нем надето. Это пиджак? Да, и это пиджак Уильяма. О, нет. Мам, подожди. Может, пиджак просто похож? Давай-ка я смотрю его как следует. А ты пока постарайся не падать в обморок. Прикольно, что Уильям превратился в консьержа этого. Да, осмотрим пиджак. Так, это пиджак папы, совершенно точно. А вот и счастливый билетик во внутреннем кармашке. А еще на нем следы, те же, что были под кустом. И на подоконнике, как будто маленькие человеческие пальчики. Сынок, ты хочешь сказать, что моего мужа похитили пигмеи и людоеды? О, я этого не переживу. А самое страшное, что и Уильям, скорее всего, этого не переживет. Мам, заклинаю тебя, не волнуйся. Уверен, папу никто не съел. Но предлагаю на всякий случай позвонить в полицию. Отличная мысль. А ты же не забыл в этот раз зарядить телефон? Ой, точно, надо было поставить его на зарядку. Но я так устал от всех этих приключений. А, ну это же отель. В каждом отеле есть телефон. Надо просто его найти. Для этого нам надо просто пройти еще уровень. Ага, пена. Не просто будет мне. Я уже знаю. Так. Я чувствую. Так, ладно, пена, пена, пена. И вот здесь пена. Сейчас она будет наступать. Да. Поехали. Наступление. Я тоже так могу. Так, бомбочка мне должна очень помочь. Круто. А еще нет. Я хотел сделать бомбочку с ракетой. А мне все испортили. Ладно, сделаю я еще здесь ракету. А вдруг повезет. Нет, не повезло. О, ну тут бомба тоже. И ракета там. Я не знаю. Может пока побременить. Я вот так, наверное, сделаю. Там снизу пену уберу. Так. 18 ходов. Эй, блин, самолетик. Да чем ты так? Опа, 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 опа. Стоп. Стоять, стоять бояться. Хочу мультишар. Вот с той штукой. Летающей. Нет, не получится. А если вот так? И как бы мне до него добраться? Я все-таки это сделаю. Я все-таки говорю, что я это сделаю. Вот. Вот. Я это делаю. Вот прям сейчас, в этот момент. Что, не всю пену прибили мне? Да ну так нечестно, слушайте. Самолетики. Мое спасение. Самолетики. Вот. Как я пену там не ударил? Да ну это вообще нереально. Самолетик должен был зацепить пену. Девять ходов. Так. И вот так. Класс. И пена. И вишенка. И одна пена осталась. Ну вы видите, что творится. О, по пене. Отлично. С вишнем я уже как-то справлюсь. Как, правда, я пока не знаю. Нужно самолетик сделать. Вот самолетик. А, в принципе, зачем? Ха. Прошел. Прошел, прошел. Прошел с первого раза. И, кстати, меня выручил генератор в конце. Вы видели, когда он мне кинул 4 самолетика. Я с помощью них вот в конце все и сделал. Так что иногда генератор все-таки выручает. Ищем телефон. Я сомневаюсь, что мы его найдем. Сомневаюсь, что он работает точнее. Сумасшедшая ночь. Но надо искать Уильяма. А вместо этого мы ищем телефон. Да. Уже нашли. Он был под стойкой. А выглядит старым и надежным. А, сын, мне не важно, как он выглядит. Главное, чтобы с него можно было позвонить в полицию. А пусть они немедленно едут сюда. Хоть бы у Уильяма похитили они людоеды. А если даже и они, надеюсь, они не едят после 6 вечера. Мама, даже не думай о таких жутких вещах. А ты, походу, тоже считаешь, что после 6 это ужасно плохо. Да нет, я про папаедов. То есть, я хотел сказать, я уже звоню в полицию. Позвонить в полицию. Походу. Ого! Ничего себе. И они называют это несложным уровнем. Какой-то здесь секрет должен быть. Потому что так просто здесь, ну... Не может все быть. Ох, как хорошо. Так. Бомбочка. Отлично. И вот так, да? И еще самолеты. Так, поднимайся, опускайся. Блин, как же мне добраться туда? О, вот ракетка. Отлично. Наверное, я вот так сделаю. Ой, класс. Видели? Сколько сразу самолетов. Вот это вообще прелесть. Вот так бустеры делать, взрывать и генератор мне будет накидывать еще бустеров. Правда, ходу мало. Фишек синих на карте много. Это значит, что... Есть шанс сделать мультишар. Может быть, даже он сам сделается. Так, ракета. Нужна ли она, наверное, была? Не знаю. 17 мустеров еще нужно. Да, и синих фишек немало. Так. Ладно. Вот так сделаю. Ого, ого, ого. Пошло дело. Ой, класс. Я забыл опять про генератор. Так, давай ты полетишь. Да, ну, ну, ну. Зачем сюда? Ну, ну. Все испортили. Так, зато... Посмотрите, сколько у меня много самолетов. Количество бустеров уже явно хватает. Ой, хорошо. Ой, молодцы. Так, 7-4. Бомба. Не нужна мне бомба, мне нужны вот эти вот самолеты. Три. Два, да? Посмотрите-ка. Вот ситуация. А если бы он в самолет полетел? Нет. Ааа, класс. Смотрите, один самолет. И одна фишка. Класс. Опять последним ходом прошел. Ну, это просто... Вот такое мне нравится, когда щекочут нервы. Вот эти уровни, когда... Ну, с другой стороны, если бы щекотали нервы и не получалось бы, мне бы не нравилось. А так вот именно... Когда все получается, то это просто вообще супер. Хоть и... Так, еле-еле. Так, все, я готов звонить в полицию. Сразу скажем, что папа пропал. Или сперва попросим их приехать сюда. Сынок, нас пока спасать не от кого. Потому сразу дай им описание папы. Ну, там дворецкий, в самом рассвете стил, умный, веселый, без пиджака. Мам, только не пугайся. Но там никто не берет трубку. Может, полиция в этом городке ночью не работает? А в отличие от похитителя пап, так ждать больше нельзя. Предлагаю идти в город на поиски. Надо только оставить папе записку на случай, если с ним все в порядке и он вернется. Или если он сможет сбежать и будет волноваться. Мама, найди, пожалуйста, какой-нибудь листочек бумаги. Тут раньше была старая записка, но сейчас ее нет. Так, что-то хотел сказать. Забыл. Они читали статью, где указано, что весь город пропал. Как может быть полиция работать, если весь город пропал? Ладно, опять сложный уровень. Так, ну вот уровень передо мной, который я не могу пройти. В подтверждение моих слов пишут. Нет ухода. Нету, нету хода. Делаешь, что хочешь, а хода нет. У меня уже... Заговариваюсь. Потому что уровень, ну, сложный. Я уже здесь, не знаю, долго посидел. Нормально так посидел. Но пока я все-таки еще не созрел на то, что бустер стартовый использовать. Хочу все-таки его как-то сам попробовать пройти. Посмотрим, получится ли у меня это или нет. Вот мультишар даже сделался. Ух ты. Сам по себе, вы же понимаете, он для меня... ...абсолютно бесполезный. Вот. С самолетиком хотя бы. Было бы уже лучше, да? Так. Ну, пожалуйста. Пожалуйста, давай. Вот. С самолетиком. Ммм... Ну да. К примеру. Хоть как-то. Ну, дело в том, что... Вот я сейчас пену вроде как подбил. Кстати, можно сделать еще вот так. Теперь белую пену полностью убрать. Чтоб осталась только розовая, да? Ну-ка. Ой-ой-ой, хорошо. Слушайте. По-моему, это победа. Хотелось бы, конечно, загадывать. Мультишар нужен? Нет. Вот, что мне нужно. И последний самолетик летит по пене по этой фиолетовой. Не знаю, сколько упыток, честно. Но можно судить по... Сейчас, по бесконечным жизням. Сколько у меня там? Ну, наверное, час, если сидел с этим уровнем. Ну, все-таки смог пройти. Без бустеров. Еще 10 ходов осталось. Ну, все просто от везения зависит. Ладно, ищем листок бумаги. Сынок, вот, держи. Я нашла тебе листочек бумаги. Отлично. Ты настоящий детектив, мама. Сейчас напишу записку и выходим. А стоп, что это? Мама, где ты взяла этот листок? А в кармане папиного пиджака. А что такое, сынок? С ним что-то не так? Я, признаться, его даже не рассмотрела. Мама, тут нарисовано что-то похожее на сключенного человека. И нарисовано оно чем-то красным. Хе-хе-хе. Видимо, это оставили похитители. А, папа еды. И должен признать, рисование это не их сильная сторона. Так, все, я больше не намерена ждать в этом отеле, пока мой драгоценный супруг в руках каких-то художников-бракодилов. Ах, сынок, возьми с собой папин пиджак. Почистим его по дороге, когда найдем Уильяма, вернем ему. А я немедленно, никуда не уйду, сынок. Входная дверь не открывается. Мы заперты в этом отеле. Мама, ты, главное, не волнуйся. Я открою дверь. Сейчас найду какое-нибудь тяжелое и... Найти что-то тяжелое. А у нас есть три билетика, благодаря сложному уровню. Сынок, ну что, нашел что-нибудь? А нет, стол слишком тяжелый, манекен слишком хрупкий. Придумал топор. Сынок, не обижайся, но топор придумали задолго до тебя. Да нет, просто надо найти хороший топор. Уверен, здесь должен быть пожарный щит. Я не знаю, зато видела старенький огнетушитель. Правда, не уверена, что он работает. Огнетушитель? Огнетушитель? Отличная идея, мам. Я выбью дверь огнетушителем. Поберегись, мы идем искать папу. Ух ты, выбил. Ха, глава завершена. Отличненько. Просто супер. Так, ну, на этом наш сегодняшний обзор можно завершать. Как раз вот я целый час проходил последний уровень, а потом раз, и глава завершена. Ну, ничего, я ничем не жалею. Прикольная история, интересная, что новенькая. Любимая игра нас радует. Прощаюсь с вами ненадолго. До следующего выпуска. А в нем финал этой истории. Четвертая глава. Если вам понравилось это видео, то поддерживайте его своими лайками. И оставайтесь с нами. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...